Вставай, говори! Что? Побыстрее вставай! Вставай! Всем привет! Если мы не знакомы, то зовут меня Роман, с 13-го года. Я живу, работаю и веду бизнес здесь, в Сочи. Но у нас на днях произошла просто вопиющая ситуация, которую я хочу сегодня разобрать. И разобрать ее хочу со стороны как отдыхающих, так и людей, которые здесь работают, живут и делают бизнес. Чтобы мы, наконец-таки, друг друга поняли, и чтобы таких ситуаций больше не возникало. И мы приносили друг другу только крутые, радостные, позитивные эмоции. Давайте посмотрим на саму ситуацию. Значит, дело происходит на одном из пляжей Сочи. Это какое-то захолустье Адлера максимум. Это не центральная Сочи, это какой-то там курорт. Но тем не менее, то, что сейчас произойдет, это не должно ни в коем случае нигде происходить. Мужчина пытается выставить лежаки. К слову сказать, это все поставить на пляж, за свой счет, очень дорого. Это все надо обслуживать. И, в общем-то, это его либо обязанность, если он работник, либо он хозяин, он как бы занимается бизнесом. И, собственно говоря, девушки, которые легли под его зонтом, им тяжело подвинуться. И, в общем-то, мешает ему исполнять свои обязанности, либо мешает ему делать бизнес. Надо отдать должное, что он пытается объяснить. Ну, это моя личная вещь. Ну, что? Вы столбик? На этот столбик документы поставили? Или что? Вы что, маразмом каким-то занимались? Вы все понимаете, что вы тупите здесь. Зачем вы это делаете? Ну, давайте так, это, конечно, быдло, да, по нему видно, это быдло, но он все-таки пытается, как может, но он пытается договориться, пытается объяснить, пытается этих девушек как-то подвинуть и сделать свои там служебные обязанности. Сами, вы тупите, я не сказал, что вы тупаем, я сказал, что вы тупите. Вы тупите. Какие вам документы на зонтик поставили? Здравствуйте, я директор, в чем дело? Вот этот вот чувак, который представился в директором пляже сейчас, делает просто то, что... Вот его нужно... Или оплатить? Его нужно просто, вот просто даже за это уже уволить. Просто за то, что он сейчас репутацию города, над которой там чиновники бьются, создают, закачивают сюда деньги, просто уничтожает. Вставай, иди отсюда, ну как, смотри. Вставай, говори, что? Побыстрее вставай. Вставай, побыстрее. Я не знаю, можно ли это квалифицировать какое-то правонарушение, административку, не знаю, но вот этот человек должен потерять работу. Вот этот человек должен просто иметь запрет на ведение бизнеса здесь, в Сочи. Это вообще просто никак нельзя оправдать. Побыстрее вставай. А вас хоть зовут? Меня зовут Александр Вячеславович. Хорошо, Александр Вячеславович. Я сейчас засниму сюда. Вызывайте эту Александр Вячеславович. Девушка нарушает общественные порядки. Слушай, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Нет, у вас нет, никто не пинал. Вы комитируете на протяжении. Нас просят перейти сюда, а вы не понимаете. Вы просят мои личные вещи. Нет, это уже не просят, ребята. Это уже вы накосячили в опумной программе. Вы тронули мои личные вещи. Как бы там ни было. Вы же мои личные вещи. Не знаю, вызывайте полицию. Не суйте свои руки. Но вот надо отдать должное. Давайте с разной стороны все-таки. Понятно, что это никак нельзя оправдать то, что сделает придурок в кепке. Но вот отдыхающие даже присоединяются к скандалу и говорят, мы здесь четвертый год отдыхаем, нам все нравится, мы берем в аренду. То есть, по сути дела, бизнес дает отдыхающим возможность отдыхать нормально, не лежать на камнях, а лежать на лежаке под зонтиком. И это круто. Но вот почему мадамам тяжело было поднимется. Ну, блин, ну, сказала бы, засунь себе этот зонтик куда подальше, я вот додвинусь на один метр, буду там спокойно отдыхать. Нет. Пошли на принцип. Ну, вот, нашелся джентльмен, он предлагает заплатить. Но уже поздно. А вы чего оплатили, да? Ну, вот, друзья мои, такая ситуация имела место быть, к сожалению, у нас на днях. И, уверяю вас, таких ситуаций будет все меньше, меньше и меньше. Меня гораздо больше пугает то, что отдыхать в Сочи становится очень дорого. И, к сожалению, наверное, скоро поездка в Дубай будет стоить меньше. Но, опять же, если вы не знаете правильных мест. Есть сайт lazaryskayakoleso.ru. Он посвящен не только самому большому колесу обозрения в России, три лучших аттракционов, но еще и даст нам правильное понимание о инфраструктуре Сочи, о отелях Сочи, о развлечениях Сочи. В общем-то, даст вам то, что достойно по-настоящему вашего внимания. Всем пиз, классного лета, здорового отдыха. На связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!